Здравствуйте! Если уже в лифтовом холле экспонируются подобные скульптуры, значит, на этом этаже живут, ну, очень творческие люди. Сегодня мы с вами будем впитывать яркие идеи домашней архитектуры в гостях у заслуженного архитектора России Николая Ивановича Шумакова. Поэтому прямо сейчас звоним в эту дверь. С творчеством архитектора Николая Шумакова очень хорошо знакомы все москвичи и гости столиц. За последние десятилетия он спроектировал и построил уникальные сооружения. Все новые станции московского метрополитена, первую в России монорельсовую транспортную систему и линию легкого метро, первый в Москве вантовый живописный мост, крупнейший в Европе аэровокзальный комплекс Внукова-1. Хобби архитектора Шумакова – живопись. На счету Академика Российской Академии Художеств семь персональных выставок и множество наград. Соединение различных творческих ипостасей вполне в духе великих универсальных мастеров прошлого. Шумаков – человек поразительной работоспособности и поистине возрожденческого темперамента. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Это вам. Очень рад вас видеть. Спасибо большое. Вам спасибо за приглашение. Ну как вас не пригласить? Господи, счастье для меня, что вы пришли. Переступив порог, сразу обращаешь внимание на невероятное буйство красок. Ну это потому, что красный цвет, мы же, есть определенная порода людей, которые красный цвет любят, поэтому вот красный здесь присутствует. И это только прихожая. А что же там дальше? О, там столько всяких чудес. Поэтому добро пожаловать. Добро пожаловать. Сейчас мы все посмотрим. Давайте смотрим. Квартира архитектора Шумакова состоит всего из двух небольших комнат. Основной – гостиной и спальней. И только безупречный художественный вкус ее владельца превратил эту жилплощадь в уникальный арт-объект, достойный самого пристального внимания и изучения. Ни один предмет в этом доме, начиная от скульптуры козла в лифтовом холле и заканчивая какими-нибудь антикварными диковинками Востока, не является пустой декорацией. Здесь все наполнено смыслом и содержанием. Каждая деталь в интерьерном решении обусловлена острой художественной необходимостью. И только многочисленные призы и награды надежно спрятаны от глаз посетителей и никак не участвуют в формировании имиджа хозяина. А ведь даже простое их перечисление наряду со званиями, должностями и регалиями заняло бы не одну минуту экранного времени. Николай Иванович, Вы президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов, генеральный директор Центрального дома архитектора, главный архитектор метро Гипротранса, заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств и прочее, прочее, прочее. Вы чувствуете себя такой легендарной личностью? Ведь это очень внушительно. На самом деле, вот как родился под землей в шахтерском городе, так с киркой лопатой хожу под землей. Совершенно такой простой парень. Лопата и кирка. В одной руке лопата, в другой кирка. И копаю, копаю, копаю эту землю. А все остальное – это, ну, так, налет какой-то легкий, легкий. Николай Иванович, какое самое знаковое, самое главное место в вашей квартире? Знаете, как вот традиционно квартира или дом строились на России. Входил человек в основную комнату или квартиру, или дома. И перед ним, именно перед ним возникал красный угол. Красный угол, где висела основная икона. Вокруг этого красного угла вся жизнь, все действие квартиры развивалось. В этой квартире тоже есть так называемый красный угол. Мы туда с Николаем Ивановичем и отправимся. Пойдемте. Ну, смотрите, в прихожей такое буйство красок, такой яркий красный насыщенный цвет. А здесь как будто и ничем и не красили, просто белые стены. Почему такое минималистическое решение? Это решение изначально было именно такое, белое. Почему? Потому что очень много картин. Лучшая экспозиция для картинок – это белый фон. Белый фон абсолютно нейтрально, а красное – это скорее исключение. Что произойдет завтра, не знаю, может, красное опять перекрасится в белый цвет. Но несмотря на то, что здесь стены белые, но в этой комнате есть красный угол. Я догадываюсь, о чем вы говорите. Да, есть красный угол. Как раз за мной портрет мамы. Вы его называете «Икона». Вот очень красивое название для портрета. Ну, в общем-то, да. Помимо того, что я иконы собираю, я Николаев собираю. Есть центральная икона – это именно мама. Тем более ее звали Мария. Мама была для меня всегда очень близкий человек. Семь лет назад умерла в 2010 году, но близость не уменьшилась. И в любом случае, хорошо или плохо, я к ней обращаюсь. Портрет мамы – это главная икона и в красном углу, и вообще в вашей квартире. Другие иконы – это святые Николай. Это иконы вашего небесного покровителя. Как возникло желание, случай, что вы начали собирать эти иконы? Кто-то подарил намоленную икону, такое деревенское письмо, несколько примитивное. Потом кто-то еще подарил. А потом еще какой-то друг увидел, что их две, почему бы не подарить. И когда накапливается вот такая небольшая критическая масса, три, четыре, пять, чувствую, как-то распирает, хочет самому что-то добавить. И с тех пор процесс пошел, пошел, пошел. К сожалению, остановить его невозможно. Знаете, вот я вспомнил Владимира Солоухина, «Черные доски», как Илья Сергеевич Гозунов раскрывал вот эти прежние слои. Вот что-то такое вы делаете подобное, или уже вы... Нет, я за это не берусь. Это особая статья. Во-первых, у меня не хватит духу никогда в жизни. Потом надо все-таки иметь какое-то отношение к Богу, для того, чтобы тронуть икону, именно физически тронуть икону, не просто пыль с нее стереть. Одним словом, тронуть икону я боюсь. Боюсь, всегда боюсь. Вот здесь на стеночке висит две большие иконы. Но есть иконы, которые в спальне. Вы их как-то оформили художественным образом? Ну, я надеюсь, мы пройдем туда, посмотрим. Ну что ж, вот эта витрина для икон Николая Чудотворца. Каким образом родилась идея такой витрины, и как вы ее изготовили? Ну, не витрина. А как иконостас? Если уж называть, то по-хорошему иконостас. Это иконостас, причем он сделан под определенный такой стандартный размер. Семейные иконы, разные иконы. Все понятно, что Николай, классический Николай, благословляющий, держащий то закрытую, то открытую Библию. Урал-Невьянская икона, Кострома, Ярославль, Москва. Здесь собраны, ну, такая Россия. А если обратить внимание, вот соседние иконы, как раз XVI век, та и другая икона. То есть самые древние. Это самые древние. И что мне нравится, все это еще переплетается и сочетается вот с такими восточными будами. А если приглядеться, то за ней стоит вот такой крест замечательный, православный крест. И все как-то так замешалось, перемешалось, выстроилось в единую композицию. И я лежу вот на этом спальном месте, открывая глаза. Все, значит, уже хочется работать, потому что все святые на меня глядят и говорят, давай, хватит тут, собственно говоря, тебе не нежиться в койке. Иди, черти. А мне нравится выбор цвета, потому что красный цвет – это пасхальный цвет, а зеленый цвет – троицы, цвет возрождения. Вот, Алексей, еще не устаю повторять. Это приятно побеседовать с человеком, который глубоко разбирается в искусстве. Вы, собственно, ручно это изготавливали? Ну, это же все несложно. Это все несложно. Поэтому, ну, о чем говорить? Это фанера, это рейка обычная. Поэтому наклей посадил, подстраховал там саморезами. И вот в результате вот получилось то, что получилось. Николай Иванович, очень многие фотографии своих предков, родственников хранят в пыльных альбомах где-нибудь на чердаке, очень редко их просматривают. Вы для таких фотографий нашли оригинальные художественные решения. Мне кажется, очень важно постоянно видеть своих предков, постоянно с ними вести какие-то диалоги. И важно, конечно же, для детей и внуков. Ну, вот у них хочешь, не хочешь. Вот здесь сядет какой-нибудь из внуков уроки делать, и у него в голове все равно отложится. Вот это прабабушка, это прапрабабушка, это мама моя, это Иван Николаевич мой папа. Папа, причем, он заканчивал во время войны уже в 41-м году Казанское танковое училище. Это фотография того времени. Буквально через полгода он уходит на фронт. Эту фотографию он посылал маме. Мама эту фотографию посылала папе. Она посылала в 43-м году. Он примерно тоже в 43-м году ей посылал фотографию. Вот так вот они с того времени и вместе существуют. Сейчас мы увидели, как замечательно оформлены фотографии ваших родственников в основной комнате. А вот сейчас расскажите про тех, кто живет с вами рядом, и про тех, кто ваш род продолжает. Кто живет? Живет со мной моя жена Таня. Она молодая, красивая, задорная, но живем мы с ней уже 45 лет. И, соответственно, у нас есть две дочки, Маша и Саша. А у двух дочек есть трое внуков. Старший Мотя, средний Фофа. И самый младший, которому 4 года, это Тимофей. А дети продолжают дело вашей жизни или хотя бы профессию? Дочь и старшая, и младшая закончили архитектурный институт. А можно ли назвать Татьяну вашей музой? Понимаешь, вот задавая вопрос мне такой, ты ставишь меня в неловкое положение. То есть музой она не является для вас? Нет, она является музой. Она, конечно, является музой. Музой, потому что существует такое простое слово, простое понятие, как любовь. Наверное. И вот если во главе угла лежит это определение «любовь», то, наверное, она и… она, эта любовь, она приводит к таким страшным цифрам, как 45. Ведь 45 сейчас, а потом же будет 50, а потом, я не знаю, до чего мы доживем. 45 лет назад где вы ее встретили? Ну как, сели за одной партой в институте, в Московском архитектурном институте. Мы одногруппники, мы именно одногруппники. Ну и… Что вас привлекло? Таня, как ловкая, отчаянная женщина, взяла меня в оборот. А я и не сопротивлялся, я же тебе говорил, парень из «Глубинки». Ну что ж, давайте устроим так, чтобы прямо сейчас телезрители познакомились с вашей музой. Также нам удалось снять одного из ваших внуков, Филиппа. И вся правда устами музы-художника Татьяны в нашем эфире прямо сейчас. Какие качества вас привлекли в коле в 71-м году, когда вы волосы видели? В 71-м? Ну, это был рыжий, длинноволосый, в рубахе из огурцов. Да, все так ходили. Парень, и самое главное, это чувство юмора. Мы с ним в общем и целом разные по характеру и, наверное, как-то добавляем друг друга, поэтому... А потом сейчас нас цементирует большая семья. Вы чувствуете себя музой, Николай Иванович? Думаю, что, наверное, не такая интерпретация. А существует ли портрет жены художника? Существует портретов много, на разных этапах. Эта квартира, в которой вы живете, она очень необычна по стилю, по дизайну. Вот это идеи Николая Ивановича или ваши совместные творчества? Вообще, конечно, это коллективное творчество, но всегда генератором, главным автором Николай Иванович. Но он советуется, и мы с ним принимаем обоюдное какое-то такое паритетное решение. В общем и целом. И потом, наверное, мы где-то вот в этом минимализме, сначала, может быть, в белом интерьере, именно потому что нас интересует, наверное, не столько сама квартира, сколько содержание, понимаете? То есть изначально стены белые, а потом они хозяином квартиры как-то насыщаются. У каждого свое хобби. Человек может повесить все, что угодно, что ему нравится, и он вешает и создает там свой интерьер. Какое у тебя самое любимое место, любимая комната в этой квартире? Ну, наверное, там, где с диваном такое большое, это кухня. Почему тебе нравится? Ну, там стол есть, еда, диван, на котором можно посидеть, поспать, попрыгать, и по стуле можно побегать. В этой квартире вы картины не пишете, живописи не занимаетесь? Нет, нет. Категорически не пишу по той простой причине, чтобы не заниматься самоистязанием, не пытаться постоянно переписать картину. Поэтому здесь картины только моих друзей, а мои картины – это в мастерской или на даче. Давайте поподробнее рассмотрим и повнимательнее картины ваших друзей. Давайте. И, наверное, для этого нам нужно отправиться в прихожую, потому что сразу, когда заходишь в вашу квартиру, две работы живописные на главной красной стене в прихожей. Там прекрасная работа Галя Быстрицкая и Виктора Родина. Пойдемте. Я, как человек экономный, картины не покупаю, а жду, когда... Подарят. Друзья абсолютно... Это подарки. Когда подарят. А друзей художников много. Им нравится дарить. Мне нравится получать подарки. Я со своими картинами точно так же. Выставка прошла, в основном все раздариваю. Как бы вы сформулировали главный принцип развески этих картин в вашем пространстве? Ну, как главный принцип, это он элементарный, чтобы ровненько висел. Ровненько. А так перекосится, я поправлю. Вот основной принцип и есть. Но все-таки оригинальное решение – красный фон, наверное. Под живопись больше всего подходит. Нет, ну, Леша, здесь красный фон, а в другой комнате белый фон. Ну, ковровая развеска. Ковровая – это когда плотненько-плотненько-плотненько снизу доверху завешено, именно потому, что не хватает места. Висела одна картина, потом стала висеть другая картина. Вот эта деревяшка китайская висела на этой стенке, пересела. Ой, одним словом, такой сложный процесс. Как вы считаете, вот картины на стенах, они создают какую-то особую энергетику? Вот только этой энергетикой я живу. Вот обратил внимание, скульптуры, причем новые, старые, иконы, живопись. Все вкупе, ну, такой мощный конгломерат, за счет этого и живу. Вот вся моя семья за счет этого и живет. Даже кошки с собаками, и то они столько энергии получают от хорошей живописи, от хорошей скульптуры. Плохого не держат. Вот мы познакомились с уникальной коллекцией живописи ваших друзей, но я так понимаю, что у вас коллекция не только живописи, но и кистей. Это вот все от путешествий каких-то исходит. Кисти в основном китайского производства. То есть ведь культура Китая, она и в кистях в том числе. Вроде бы как орудие производства – кисть, но каждая кисть является уже произведением искусства. Вот любая кисть абсолютно уникальная. Пусть старая, пусть новая, пусть большая, пусть маленькая. Но вот в собрании, когда собрано там 150 кистей, это уже такая внушительная коллекция высокого искусства. Мы должны увидеть эти уникальные кисти прямо сейчас. Они у вас хранятся в основной комнате. Да, пойдемте. Ох, сколько кистей! Можно мне достать? Ну, Алексей, вам можно все, что угодно. Сколько единиц хранения в вашей коллекции? Ой, вы меня пугаете такими вопросами. Я сам не считаю. Я сам не знаю. Причем, вот, понимаете, кисть, да, вроде бы как орудие производства. Взял, пишет иероглиф. Это все китайские кисти. Или, там, занимайся акварелью традиционной китайской. А эти кисти, все абсолютно кисти, которые здесь присутствуют, даже вот эта огромная кисть, которой иероглифы пишут на земле, на асфальте, она тоже никогда не была задействована. Вот они такие вот старцы, седовласые или лысые, с седой бородой. Они на земле, на асфальте пишут иероглифы загадочные. Тут же солнце это все высушивает, потому что они пишут водой. Они пишут настолько удивительно красиво, и вдруг все исчезает. Жалко, но это философия. Философия Востока. Здесь мимолетное искусство, которое... Просто, вот, сказал слово, оно ушло куда-то в пространство. Здесь то же самое. Они просто у вас экспонируются. Они только... А в творчестве вы их не применяете? А в творчестве нет. Я беру самые обычные, примитивные, за три копейки, малярные кисти. И, ну, и мажу как могу. Каким образом собиралась эта коллекция кистей? И... Все, Леша, все постепенно, все постепенно. Она до сих пор выполняется. Или все законсервировалось. Нет, я пытаюсь, опять же, как с иконами, я пытаюсь себя сдерживать, а не получается. Я делаю еще одну попытку, опять не получается. Приезжаешь на восток, это все же восточные кисти. Бац, вот какая-то такая удивительная кисть. Ну, как ее не копить? Ну, посмотри, это же все кость. Причем вот такими бусинками насажено. Вот у нас еще один ценитель кисти, они ему явно... Да, это очень бурманская окошка, тоже восток. Поэтому, наверное, понимаешь, что она вписывается в художественную композицию. У вас как в музее, так каждая кисть там в своей баночке, на своей полочке. Баночки тоже подкупил специально. Посмотрите, это же кость. Это кость, это удивительная резьба. Это слоновая кость. Да, это слоновая кость. Я всем востоком заболел, и поэтому стараюсь раз в год хотя бы выезжать именно на восток. Вот портрет, кстати, из Индии, вот тот мужичок с бородой, это портрет из Индии. Вот эти две работы, триптихи, это побольше, это Китай. Где в этой квартире максимальная концентрация восточных редкостей? Максимальная концентрация не только восточных редкостей, а максимальная концентрация всей жизни, конечно, происходит в спальне. Мы можем туда отправиться и все исследовать? Мы в спальне. Здесь три, даже две, получается, белых стены. Другая стена такого зеленоватого оттенка. Как рождался дизайн этого? Алексей, тот же самый принцип. Изначально только белые стены, потом жизнь шаг за шагом, секунда за секунду, и выясняется, что не хватает чего-то. Появляется красная стена, а после красной стены, а мы с вами знаем, красная к какому лучше всего идет? К зеленому. Поэтому появляется зеленая стена. На этой зеленой стене хорошо ложится золото, это золотые оклады, икон, золотые картины. И как-то все складывается именно так. Вот белое, вкрапление живописи, зеленое. Равномерно по всей спальне рассредоточены какие-то восточные премудрости. Я вот китайский кролик, он у них присутствует, по жизни по-китайски проходит, и тут же Будды из монастырей китайских, и целый шкаф забит, плотно-плотно забит, на фоне икон стоят такие восточные премудрости. Те, которые я понимаю, которые я ощущаю, которые ложатся на душу мою, и поэтому сдержаться не могу, и идет в коллекцию. Вот всякое вроде бы как дребедень, но без этого дребедения я чувствую, просто жизнь станет серенькая, убогая и непонятная мне. Все ваши восточные редкости не поместились только в спальне, в прихожей какой-то уникальный столб стоит деревянный. Что это за столб? Да, там стоит колонна из индийского храма, но, очевидно, достаточно старая, потому что храм долго существовал, лет там 400-500 он простоял, потом разрушен был где-то в конце 20 века, и вот детали попали в конце концов к нам с вами. Вы знаете, хочется к ней прикоснуться, потрогать ее. Ну, это не исключено. Давайте подойдем к ней. Давайте сделаем. Вот он, этот столб деревянный, а основание у него камень. Каменное основание, деревянный столб, дерево, причем, не знаю, там красная-черная древесина, немыслимой абсолютно плотности, потому что, когда крепили к стене, сверлили как по бетону буквально, то есть это, и все на шипах. Камень с деревом шип, и вот нижняя, верхняя капитель с самим стволом колонн тоже на шипах стоит. Но она несет чисто художественную функцию, или ее может как-то в хозяйстве применять? В данном случае, значит, это две функции. Во-первых, чисто художественная, потому что при входе обозначить жилище архитектора, ну, конечно, колонной. А вторая функция есть, помимо Дуси, еще Муся есть, кошка. Это она каждое утро залезает на капитель, минут 10-15 отсидит, потом спрыгивает. То есть это как турник такой. Мы пьем чай на кухне, который также очень необычно устроен. Вот расскажите нам о дизайне этого помещения. Можно было абсолютно спокойно отрезать кухню вот по этому проему, и здесь и жить, потому что вся жизнь, если даже приходит масса внуков и масса детей, она происходит только здесь. Вот любимый диван, там, любимый телевизор, любимая жена под боком. И кухня так и устроена. Для того, чтобы лежа на диване, можно было дотянуться до стола, съесть, опять же, любимую котлету. Ну, я думаю, что можно также и съесть наш торт. Я с вожделением смотрю, а ты все команду не даешь. Давайте разрежем. Я благодарю вас за ваше гостеприимство, желаю вам вдохновения, новых интересных проектов, и добро пожаловать в эфир телеканала «Т-номер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова